так ну что ребят готовимся у меня сегодня задача провести планерку она нас начнется в 19.00 и хочу по пару рилсов записать кстати забыла кое-что минутку вот поэтому будем сегодня краситься без фильтров так сегодня вот будет вот такая база под макияж она с отражающимися частицами у меня есть новая звановская вот но у меня просто дочка приехала из астрахани и на моей студии такой шухер что там вообще просто ничего не найдешь поэтому вот то что было под рукой сейчас его и будем использовать знаете раньше очень так относилась к базе под макияж зачем она нужна лишняя трата денег макияж и так будет нормально держаться ля 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 ну как обычно да я такой же живой человек как и все вот и потом я у меня видите немного нависает верхние века вот я думаю блин да что ж мой макияж скатывается плохо держится тональная основа во первых по тональную основу нужно кожу подготовить для этого нужно пользоваться постоянно масками до спилингами вот у меня видите круги под глазами это не от того что я бою от того что кожа у меня такая смуглая и здесь очень все хорошо отражается и так консилер замазываем вот эти вот круги под глазами я не профессиональный визажист поэтому не обессудьте я еще нас всегда замазываю потому что у меня вот здесь это все не очень хорошо смотрится ну и как у нас видео рекомендовала да дама попробую сегодня вот здесь еще намазать у меня вот две вот таких тональных основы чаще я пользуюсь вот этой да по ней заметно заметно раньше у меня блаза другая завановская тональная основа и вообще она не очень хорошо у меня ложилась не очень удобно поэтому у меня еще есть деркальце да плохо видно вот она не очень хорошо ложилась во все почему потому что за кожей никто не ухаживал за своей вот видите уже почти не такие темные круги под глазами и нос и так не такой красный а вот и я значит во первых она мне знаете корочка я не очень люблю тональные основы именно потому что они у меня корочкой потом это все не очень красиво вот одно папа бывало думаю но наверно просто тональная основа мне не подходит вторую попробовала третью вот думаю ну все и вот купила вот эту тональную основу знаете как просто чтобы попробовать вот акция недавно была обязательно вот сюда растушевываю чтобы не было вот такого контура как будто маски а вот она значит вот недавно было да смотрите как вот это светленькая более сторона здесь красными пятнами вот пожалуйста здесь уже есть тональная основа здесь нету вот и недавно у нас была акция за 600 рублей три продукта и по факту у вас получается один продукт ну один про за один продукт вы платите остальные два получаете в подарок потому что такая цена просто такой цены не бывает на такие качественные продукты вот и и я значит заказала думаю ну по крайней мере денег будет мне жалко вот и не пожалела что я ее себе заказала это вот аква борт аква бост которая из-за окружающей среды вытягивает воду если вашей кожи она нужна и наоборот если лишняя вода лишняя влага то она из кожи и вытягивает ну вот пожалуйста практически другое лицо еще сейчас немножко консилером дамажу не очень нравится на ревица чуть-чуть хочется посильнее это все замазать мы однажды с дочкой лежали в больничке работы меня заставили сдать анализ потому что уж очень я болезненно выглядела вот я им говорю что это у меня такая особенность кожи только когда они получили мои анализы не горит ну да действительно это у вас такая кожа делаю я это спонжиком вот это это на тональную основу я где-то видела на каком-то мастер-классе что нужно брать тональную основу потемнее немножечко чем вам нужно и по контуру вот здесь немножечко затемнить совсем совсем чуть-чуть в общем макияж нанесли что же мы делаем дальше я всегда начинаю с глаз у меня вот мы такие карандашики это вот когда мне хочется чтобы вот здесь вот глаз блестел хорошо я вот им промазываем такой серенький с блестком сначала мы сейчас черным положим а потом вот этим и есть у меня вот два таких карандаша это вот новый карандаш вот им а это ван калор из серии совсем дешевый это вот за баноске он подороже этой серии совсем дешево он мягче это такое более масляный вот этот хорошо тушуется вот этот тушуется плохо но он прорисовывает очень хорошо привет нелька будем рисовать стрелки так я не знаю как это удобно делать на камеру я обычно это делала в телефон я начинаю стрелки рисовать снизу не знаю кому как удобно я прорисовываю сначала низ а потом вверх знаете еще что люблю когда вот здесь прорисовано сейчас попробую это сделать на камеру если не получится буду это делать в этот да мы тут уже базу и все остальное нанесли с консилером теперь у нас угла глаза у приоритете так непривычно это делать не неудобно сейчас сейчас попробую зеркальце повыше поставить на какую-нибудь коробку так виднее я вот здесь вот так промазываю мне нравится видите совсем совсем по-другому мой глаз смотрится да вот так и потом потом дело это сверху видите он такое хорошо промазывает вот этот карандаш он такой более мягкий и он больше для вот если вы там смоки какие-то хотите делать не очень ровно я это все делаю я сильно не расстраиваюсь руки конечно крюки взгляд совсем другой так вот как то так получается и я делаю стрелочку маленькую и соединяю вот с нижней как то так немного кривовато получилось но и фиг с ним сейчас докрасим здесь не страшно можно побольше черного наложить мы туда потом будем класть темные тени поэтому снизу на мазюкова и палочки собой не взяла у меня здесь всегда есть полотенчики туалетная бумага а вы вообще любите стрелки у меня у мамы раньше она ну она тушью не пользовалась а у нее наоборот всегда был нет вот у меня она есть но вот она у меня стоит в загажнике пока не засохнет раньше очень часто подводкой пользовалась а сейчас она у меня почему-то стоит в загажнике вот как то так получается я тоже не ровно делаю разве ровно нет меня это не напрягает потому что вверх я закрашу тенями мне просто нужно чтобы там контур был вот ну как то так один глаз на мазюкали теперь второй мазюкай хуже всего дочку красить я когда красишь вот им тоже стрелки нужно подводить и и и она капризничает глаза зажмуривает очень тяжело я думаю это знаете действительно просто нужно руку набить этот глаз видишь поровнее когда это все прокрасим так сильно бросаться в глазах вот это вот всякая неровность не будет ну теперь я раньше не прорисовывала стрелку сверху вот здесь вот это все я не прорисовывала потом увидела была на вебинаре сердара комбарова вот и он там говорит о том что вот этот вот край вот этот ресницы обязательно нужно прокрашивать и тогда ресницы они выглядят более объемными вот и стала это делать действительно взгляд взгляд прям сразу другой другой сразу глаза увеличиваются вот поэтому стала прокрашивать да сейчас у него макияж такой стоит ну вот альбина да договаривалась с ним он проводил онлайн курсы я вот как раз таки попала на второй поток и вот очень много у него интересненького взяла на заметку а сейчас конечно а сейчас у альбина говорит о том что у него невозможно уже сейчас с ним договориться потому что у него действительно макияж сейчас стоит даже больше одного миллиона и он у него договор с люксовыми марками да которые он не может не рекламировать потому что это его работа он за это деньги получает ну вот как то так я здесь чуть намазала вот взгляд становится другим вот когда хочу добавить немножко блеска да у меня вот такой звановский карандаш они вот есть разного цвета я вот кстати у него он и рассказывал у нас есть потрясающие румяна в шариках они у меня тоже были вот уже пустая коробочка осталась я ее оставила только потому что здесь зеркальце прикольное да и он сказал о том что не надо покупать румяна в шариках а если покупаете то нужно их делить потому что румяна должны быть румянами вот а бронзатор должен быть бронзатором поэтому я купила себе отдельно у нас сейчас кстати вот эти вот всякие все они обновились да и румяна и пудра я вот пудрой кстати не пользуюсь чушь она не открывается а румянами пользуюсь для не открывается все вот да у меня отдельно румяна и отдельно вот и я тогда если хочется блеска немножко я вот здесь в край добавляю сейчас вот видишь чисто вот сюда кусочек вот так галочку рисую и с другой стороны карандаш сломала сейчас выкручу хорошо что он выкручивается вот и добавляется немножко блеска мне нравится что у нас дальше дальше у нас тушь моя самая любимая тушь вон дерлэш нет не тушь вру тени я вот кстати очень люблю вот эту палетку магнитная у меня здесь всего лишь пока три цвета я себе заказываю их постепенно чем я ее люблю тем что здесь три цвета которыми я пользуюсь потому что раньше я покупала себе вот эти готовые палетки двумя-тремя цветами пользовался остальное все выбрасывала вот а сейчас я могу имею возможность заказывать только то что мне нужно вот нужен мне голубой цвет я заказала голубой захотелось мне зеленый я заказала зеленый захотелось светлый да я заказала светлый вот какой хочу такой заказываю а вот беру вот такой светленький и вот здесь все так тых 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 я почему говорю что не важно здесь какой край стрелки он тенями перекрывается его не видно главное чтобы ресницы были прокрашены ну вот между ресничками чтобы они стали более пушистыми и здесь вот с другой стороны есть вот такая щетка все растушуем растушуем крашу только середину глаза потому что на вторую половину буду другой цвет наносить вообще плохо вот так в этот в монитор очень плохо видишь что-то там прорисовываешь а здесь надо посильнее и и тоже так растушуем и растушуем а с другой стороны либо зеленый либо голубой пусть будет сегодня голубой вот сюда по краю до стрелки и с другой стороны у меня мне говорят что глаза хамелеоны когда у меня голубые тени они у меня голубые а когда у меня зеленые тени они у меня зеленые вот поэтому у меня есть и те и те тени вот чтобы не видно было сильно перехода опять же просто растушевываем и все и перехода не видно уличка ульяша сейчас еще попробую моему ребенку докричаться и теперь тушь улья а не рада что мама на вебинаре и можно заниматься своими делами уль принеси мне ватные палочки все закрывайте очень люблю эту тушь вандерлэш 5 в одном мне очень нравится кисточка но вот эта вот кисточка немножко изогнута это не классическая тушь вот я люблю все таки больше классическую очень хорошо промазывает вот эти все кончики я в прошлый раз на вебинар собиралась говорю ну все я собралась все накрасилась а потом на сторис на сторисе вижу что я собралась все на все накрасила все накрасила а вот тушь забыла я всегда наношу тушь в несколько слоев она подсыхает и я ее еще раз наношу они тогда такие пушистые пушистые у меня ресницы мне кажется прям взгляд с ней сразу другой ну и нижнюю прокрашиваем не мама говорит зачем ты делаешь дочка говорит зачем ты делаешь вот так я говорю так ресницы лучше открывается вообще раньше пользовалась только такими обычными тушами а потом когда подсела на силиконовую кисточку от вандерлэш она раньше была просто пять в одном я уже не стала переходить обратно вот потому что очень классно все прокрашивается и я сейчас у меня есть тушь розовая такая которая с большим объемом вот на ней обычная щетка я не могу ей украситься и все ну вот глаз накрашенный глаз не накрашены есть разница с тушью и без надо подтереть то что намазала есть разница это кто-то говорит конечно у тебя свои ресницы такие классные густые ничего не не классные не такие прям сильно густые вот иногда вот это все лишнее когда мне кажется что через чур тоже вот так вот подтираю и она становится вот чуть так растушевана да вышло я вот кстати проводила спрашивала вот у менеджеров чтобы вы хотели получить набор продукции классной или денежный подарок посмотрю может быть придумаю какой-нибудь конкурс для тех кто у нас есть в школе элто вот и будет в подарок какой-нибудь классный набор продуктов скорее всего из как раз таки из новой туши и моей любимой губной помады сейчас расскажу чуть попозже какая вот пожалуйста да левая половинка и правая половинка казалось бы одно лицо тушь творит чудеса красим вторую мне кажется у меня на на этом глазу ресницы такие короткие на том все таки по длиннее не были будем нашей тушью все исправлять еще знаете как говорят можно увеличивать ресницы я тоже вот у сердара это слышала пудрить пудрить реснички пудрой вот я вот не пользуюсь пудрой не могу никак попробовать пудрить реснички пудрой а потом красить и тогда взгляд будет вообще такой эффект будет бабочки вот кто пользуется попробуйте потом напишите как вам эффект понравился или нет но тогда их нужно сверху чуть-чуть прокрашивать да вот так вот сверху и потом уже снизу их тоже прокрашивать потому что пудра их побелит на них на ресницах пудринки останутся которые придадут и длины и объема ну вот как то так вот так если посмотреть мне кажется здесь у меня ресницы подлиннее чем здесь поэтому здесь просто придется чуть-чуть больше слоев положить вообще люблю тушь в несколько слоев накладывать а ну вот а 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 обязательно вот здесь кончики прокрашивайте самые маленькие реснички вот эта кисточка она позволяет как раз таки вот эти самые маленькие реснички прокрашивать и вот здесь спереди и сзади у краев и взгляд становится еще более распахнутым и вот насчет тонального я не слышала а вот про пудру слышала что можно намазалась ай-яй-яй когда руки крюки че поделать и здесь тоже дотушую не очень люблю ровные края вот глазки у нас готовы и у нас оставилась пудра с румяными я себе кстати купила новую вот такую кисточку потрясающая такая у нас вообще все кисточки очень клевые я начин я и пудру ой господи пудру и контур делаю в общем одной и той же кисточкой вот этой поэтому я начинаю сначала с розового набираем и вот отсюда с запятой вот сюда не люблю сильно яркие щеки поэтому чуть-чуть совсем чуток легкий румянец и дальше прямо этой же кисточкой не меняю ну понятно что я ее помою потом и делаем вот так как у меня дочка говорит мама зачем ты делаешь вытянутое лицо вот так и по вот этой вытянутой полоске и здесь тих 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 и все и лицо у меня сразу стало уже фокус 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 и дальше у меня губная помада я знаете что иногда делаю я вот себе заказала сильно темную помаду она мне не очень понравилась в плане того что прям сильно темная для меня но я знаете что делаю я периодически экспериментирую делаю амбре сейчас покажу как я это делаю я значит потемнее цветом крашу уголки губ чуть-чуть а серединку крашу другим цветом это можно этой губной помадой делать можно абсолютно любой другой но губной вообще так неудобно поэтому простите вот совсем уголочек уголочек с одной стороны и уголочек с другой меня как-то спросили а что это у тебя за голодная помада я говорю арифлейм конечно такая необычная я говорю просто их две как будто кровушки напилась вот можно делать амбре наоборот можно сделать края темные серединку светлая а можно сделать наоборот я делала наоборот тоже очень красиво смотрится вот а остальное все закрашиваем другим цветом никак я еще к этой кисточке не привыкну привыкла так открутила и покрасилась я вот сначала серединку хорошо прокрашиваю а потом растушевываю потому что потом нужно кисточку вытереть чтобы обратно вот она такая разноцветная не пошла дальше так с нахлёстом что она немножко должна ее закрыть сейчас чуть-чуть добавлю вот вот такой амбре получается вот такой амбре получается вот надо делать это быстро потому что эта губная помада очень быстро засыхает да и она становится матовой вот она уже подсохла и плохо тушуется лучше это делать Джордане Голдовской которая такая икона стиля которая вот так получается такой амбре и такой очень красивый цвет а если бы у кого-то руки не тряслись вообще было бы идеально вот и все макияж готов олф from oriflame все oriflame даже зеркальце и то oriflame красотка вот сначала хотела передарить губную помаду но потом что-то передумала думаю буду экспериментировать ну все через полчаса жду на вебинаре вот раз до 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 Продолжение следует...